Сегодня надо инициировать выработку международных документов о защите семьи и традиционных ценностей, в том числе и на уровне СНГ, ШОС, заинтересованных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Так считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он выступил с докладом в Санкт-Петербурге на 12-й международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности. И сейчас Константин Иосифович с нами на прямой связи. Константин Иосифович, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема конференции в этом году звучит так. Сохранение национальной идентичности и традиционных ценностей государств мира как неотъемлемый элемент поддержания международной безопасности, мира и стабильности. Насколько угрозы реальны и почему именно этот вопрос мы ставим так остро на международных площадках? Конференция по вопросам безопасности созывается в России уже в 12-й раз. И это очень представительное мероприятие. Скажем, сегодня в Санкт-Петербурге работают делегации из 106 стран мира плюс 10 международных организаций. То есть это собрание того самого мирового большинства, о котором уже часто говорят, но которое всегда очень важно ощутить, что называется, воочию, тем более, когда речь идет о вопросах безопасности. И впервые за эти 12 лет в центре обсуждения вопросы гуманитарные, а не только чисто военные, вопросы национальной идентичности и традиционных ценностей. Потому что эта сфера во все возрастающей степени становится предметом атак. Пусть не военных, пусть гуманитарных, информационных, каких угодно еще, но тем не менее атак, эта сфера начинает становиться предметом, если хотите, соперничества центров силы. Ну и об этом обязательно нужно говорить. Я вижу прямую аналогию того формата, который сегодня мы наблюдаем в Санкт-Петербурге, с известной Мюнхенской конференцией по безопасности. Но не могу себе представить, чтобы там, в Мюнхене, взялись бы обсуждать вопросы национальной идентичности и традиционных ценностей. Потому что для так называемого коллективного Запада, для трансатлантического сообщества подавление национальных идентичностей, размытие традиционных ценностей и является главной стратегией их деятельности. Они пытаются весь мир унифицировать. Уже дошло до унификации между мужчинами и женщинами, навязать миру свои модели построения общества, свои ценности для того, чтобы этим миром управлять. Потому что управлять миром многообразным неизмеримо сложнее. Вот для России, для нас совершенно другой сюжет, потому что мы научились выстраивать наше общество именно в многообразии, в уважении друг друга, в взаимном обогащении друг друга через традиции, через ценности. Все это для нас естественно и все это, конечно же, должно становиться моделью, применимой в масштабах глобальных, масштабах всего человечества. И именно поэтому нынешняя 12 конференция высоких представителей на этом сконцентрировалась. И очень отрадно, что главный, основной доклад на соответствующей сессии было доверено сделать представителем Совета Федерации вашему покорному услуге. Я не ради того, чтобы о себе напомнить, об этом рассказываю, а для того, чтобы подчеркнуть, что, наверное, мы действительно, мы, я имею в виду Верхнюю Палату Российского Парламента, мы в этом смысле, что называется, на острие, в прямых контактах с регионами, как Палата регионов, мы, конечно же, видим всю нашу любимую Российскую Федерацию в ее многообразии и в ее великолепии. И вот этот опыт, который мы у себя аккумулируем в Совете Федерации, конечно же, должен становиться достоянием всего человечества, что, собственно говоря, и происходит сейчас в рамках 12-й конференции высоких представителей по безопасности. Да, Константин Усифович, мы обратили внимание на цитату из вашего доклада, я ее сейчас приведу. Вы сказали о том, что линия на размывание идентичности, унификацию и дуализацию личностей и народов – это одновременно признак неконкурентоспособности тех, кто этим занимается. А что вы имели все-таки в виду под понятием неконкурентоспособности? В чем это проявляется? Это, вне всякого сомнения, проявляется в том, что коллективный Запад, который на протяжении пяти столетий реально был в лидерах, это была добросовестная конкуренция, пусть и основанная на том, что сначала они научились применять огнестрельное оружие, затем стали мореплавателями великими, подчиняя себе все больше и большее число народов. Вот сейчас такое традиционное и в чем-то, так сказать, добросовестное доминирование Запада совершенно точно оборачивается абсолютной недобросовестностью и неконкурентоспособностью, потому что другие регионы земного шара научились развиваться столь же эффективно, но при этом не отступая, не отказываясь от того, что и делает их соответствующими цивилизациями. Не побоюсь этого слова, и в данном случае, конечно же, я имею в виду и нашу российскую цивилизацию. Мы научились быть конкурентноспособными, мы научились развиваться самостоятельно и самодостаточно, но коллективному Западу это не нравится, он привык обеспечивать свое благосостояние за счет других. Для коллективного Запада весь остальной мир, это, простите меня, вот своего рода такая кормовая база, именно поэтому они все время лезут за пределы своей компетенции, за пределы своих государственных границ, вмешиваются в дела других стран для того, чтобы их по-прежнему удерживать в сфере своего влияния и заставлять работать на себя. А так могут себя вести только неконкурентоспособные системы, и называть коллективный Запад центром силы приходится уже с большой натяжкой, потому что никакой конкурентноспособности за этой силой больше нет. Применяются совершенно недобросовестные методы и информационные войны, и то, что происходит в киберпространстве, ну и не в последнюю, а может быть в первую очередь, те удары, которые наносятся по гражданским обществам соответствующих стран, куда пытаются внедрить чуждые ценности, где пытаются посеять межнациональный и межрелигиозный раздор, и тем самым конкурентов сдержать в их развитии, ослабить и подчинить своей воле. Ничего, кроме неконкурентности Запада, за этим уже точно совершенно не стоит. Вы призвали к тому, чтобы на международных площадках, таких, например, как ШОС, выработать документы по поддержке семьи и традиционных ценностей. А выразили ли готовность к этому ваши коллеги? Я, вы знаете, с удивительной силой ощутил в рамках дискуссии, насколько для всех нас эта тема, тема традиционных ценностей, тема национальной идентичности становится объединительной. Вот это история, в которой никого не нужно ни в чем убеждать. Представители самых разных стран, представители самых разных народов, один за другим, говорят о том, что никоим образом нельзя уступать натиску в части, касающейся, предположим, стирания различий между мужчинами и женщинами. Допуска однополых браков, тем более усыновления семей в этих однополых браках. Есть очень много тем, еще раз повторю, которые для каждой из стран, участвующих в конференции, для каждого из народов, представленных на этой конференции и составляющих мировое большинство, являются собственной темой. Не потому, что об этом говорят из России и из ряда других сильных стран, а потому что для каждого из этих стран это стержень, которые они потерять никоим образом не должны. Но об этом достаточно мало говорилось на международном уровне и существует очень мало институтов, международных институтов, которые бы охраняли эти традиционные ценности. А эти институты, разумеется, прежде всего правовые, это прежде всего конвенции. И нужно создавать свою систему таких конвенций, потому что, с другой стороны, бесконечные мантры в отношении того, что нет ничего выше прав человека, свобод соответствующих людей. И вот для того, чтобы защищать эти права и эти свободы, допускается вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, навязывать им свою волю. Вот эта конструкция прописана в неисчислимом уже количестве конвенций, созданных западными странами. Альтернативных инструментов пока не так много, и это предмет наших сконсолидированных, я уверен, усилий на ближайшую перспективу во всех площадках, где представлена Российская Федерация. Какие могли бы все-таки это быть документы? Только конвенции или что-то еще? Ну, начинать нужно с того, что называется, заявлениями о намерении, начинать нужно с деклараций, потому что вокруг них объединить единомышленников значительно легче. Но после того, как будет накоплен достаточный массив таких деклараций, кстати, предстоит в июле здесь же в Санкт-Петербурге 10-й парламентский форум стран БРИКС, к которому приглашены и руководители парламентов стран СНГ, Межпарламентская ассамблея СНГ. Вот там, в декларации, которая готовится по итогам дискуссии, эта тема, конечно же, будет прописана специально, особым образом. Это один кирпичик в ту, наверное, не стену, но в тот фундамент, который мы выстраиваем с нашими единомышленниками. А уже за тем, когда массив подобного рода деклараций о намерении уже будет качественно убедительным, я думаю, что настанет пора и для развития юридического, обязывающего международного правового инструментария. А вот если говорить о площадках, как вы считаете, нужно ли с этими предложениями, с документами выходить на уровень ООН? Вне всякого сомнения, это надо будет делать, как только мы почувствуем, что мировое большинство уже структурировалось и готово защищать свои позиции и на этой площадке. Мы понимаем, насколько активно с странами, скажем так, посерединке, работают наши западные соперники и конкуренты, и как они выкручивают им руки всеми возможными методами, включая и силовые, и экономические, и финансовые, и в последнюю очередь военные. Поэтому площадка ООН, Генеральная Ассамблея, эта площадка не очень простая, но в случае проведения соответствующей подготовительной работы, она, собственно говоря, и происходит, в том числе в рамках нынешнего форума по вопросам безопасности, что называется, нет пределов для того, чтобы двигаться вперед, и мы это будем обязательно делать. Как мы знаем, в Совете Федерации вы курируете вопросы науки и образования. А есть ли, на ваш взгляд, прямая зависимость этих сфер и нашего общества в процессе сохранения семьи и традиционных ценностей, и что уже сегодня для этого делается? У меня всякого сомнения, сфера образования здесь центральная. Я в своем докладе приводил два примера, связанных с национальными языками. Первый из них касается нашей страны, еще Российской империи, затем Советского Союза, нынешней Российской Федерации. По данным Организации Объединенных Наций, на протяжении 20-го столетия в мире 70 народов, малых народов обрели свою письменность. Так вот, из 70 народов на всем земном шаре, 50 из них обрели свою письменность на территории нашей страны. И этим, конечно же, можно гордиться. В силу этого мы сохраняем и идентичность, и разнообразие в данном случае языковое, а в конечном итоге и культурное, национальное, какое угодно. Еще и второй пример, о котором я сегодня рассказывал, страна, находящаяся на другом конце земного шара, Австралия. Так вот, еще лет 100 назад в Австралии использовалось порядка 400 языков. Сейчас в Австралии сохранилось всего 25. Всего 25. Все остальные просто уничтожены вместе с аборигенами, вместе с коренными жителями, с людьми, которые на этих языках разговаривали. Ну а те языки, которые сохраняются, далеко не всегда преподаются в школах. На них трудно найти письменные, печатные источники. Давайте возьмем все-таки обратно нашу страну и вспомним о том, что у нас идет преподавание более чем на 60 языках народов Российской Федерации в школах, а всего этих языков, как известно, около 300, и каждый из этих языков по-прежнему жив и по-прежнему доступен для тех людей, которые хотят ими пользоваться. А за этим, а это образовательные программы, за этим, еще раз повторю, идет все остальное, что связано с понятием национальной идентичности. Поэтому да, образование – это исходный пункт, и мы можем только гордиться тем, как это организовано в нашей стране. Спасибо, Константин Иосифович. С нами на прямой связи из Санкт-Петербурга был заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Напомню, он принимает участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Санкт-Петербурга